У нас военно-аналитическая организация, и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне специальной военной операции, в свете последних событий. Я всегда это делал на нашей встрече. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня. Считаю своим долгом прихарить мировой глаз тех событий, которые происходили в самом последнем. Как известно, официальные яйца западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооруженных силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов, соответствующих стран НАТО, просто невозможно. Тем не менее, как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были тем не менее нанесены Абрянской и Курской областям американскими ракетным атакам и британскими штормшином. О последствиях этих атак о причиненном нам ущербе было сказано в моем заявлении 21 ноября. На практике, кстати, скажу, вот коллеги тоже некоторые просили об этом, что российский аналог всех трех модификаций «Атакамс» — это российская ракетная система «Искандер» и ее различные модификации. Масса боевой части в тропиловом эквиваленте примерно одинаковая, дальность у «Искандера» больше. Новая американская ракета «ПСМ» по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги. Ракета воздушного базирования «Штормшидоу», французская «Скал» и немецкий «Таурус» имеют боевую часть где-то 450-480 кг, тропиловый эквиваленте, дальность 500-650 км. 650 — это как раз немецкая ракета «Таурус». Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования «ХА-101». «Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из системы европейского производства по дальности». Новые американские ракеты «ПСМ», как я уже сказал, и «Джасы» по своим характеристикам уступают российским аналогам. Мы знаем, разумеется, насколько соответствующих всем систем вооружения находятся на вооружении. потенциального противника. Сколько на складах, где они крепко находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО в месте цвета. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%. Мы видим, что главы киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не сбывает предал стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр» гидрозвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается. Идет полный ход. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, видословно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетными атаками по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет, о которых я только что говорил, и 466 ударных исполнений. Сегодня ночью нам был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 из пилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборудования промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз. Эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетными атаками. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет. И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система «Аэшник» в нейдерных исполнений. Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены. Как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Прянской и Курской областей. Макетными атаками сейштором шедом. Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся нескоро. Напомню еще раз. Напомню, как «Аэшник» работает, как вы и просили. Десярки боевых блоков, самодъедающихся блока, атакуются со скоростью 10 мАКов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 км. Поэтому все, что находится в эпицеркви взрыва, разделяется на фракции, на элитарные частицы. Превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов, грозья, в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружие массового поражения, Орешник, конечно же, не является. Во-первых, потому что это подтверждено испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда. А значит, и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания Орешника в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории фарафии. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался анализить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Семейное производство Орешника началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей. и создавая вот угроз для Российской Федерации. Уже, коллеги, все, что я сейчас говорил, все, что доложил сейчас, безусловно, имеет большом значении. Но самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия, стульба любого военного конфликта, любой военной компании, в том числе и специальные военные операции решаются на земле, на поле поля. В конечном идуке все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и ПК, боевой конфликт. Но самое главное мотивация, внутренняя готовность человека на войне, а если потребуется и самопожертвование военной отечественной. Ну что, например, сегодня должна отдавать свою жизнь на сильно мобилизованные украинские военнослужащие офицеры за бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главари, которые уже утратили свою легитимность. Ведь они же не пошли на дуэр. Они сегодня полностью легитимны, и судят, исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов к вырушенным силам. Кстати говоря, поскольку один узор подрывался, кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучательнее преступления подобных вороны этих преступлений. Они не имеют права толкать людей на смерть и хотят на пыль. Более того, как я уже сказал, приказы являются преступными. Наши прекрасно понимают, за что проливают кровь. Они видят, что обнают долю над долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, стратегическое параметры. параметры, наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинского территорию. Синтоли на поле боя не изменят. У нас в разных националистах кто-то перегрестится, кто-то побросит. От помощи Аллаха но все вместе пойдут вперед и ничто их не остановит. Продолжение следует...